Друзья, всем привет! Сегодня что-то первая половина дня, один нервяк сплошной. У нас сегодня в школе у детей был настоящий локдаун. Короче, вообще мы в шоке. Сказали детей не забирать. Ничего, ни в школе, ничего. Где-то вот в этой вот эрии, школьной эрии, где находится школа, что-то случилось, работала полиция. И, в общем, у детей был настоящий локдаун. Это когда, в общем, они прячутся, выключается свет, они сидят в каком-то помещении, закрываются замки. У них репетиций много на такой вот счет, если в случае чего что-то случается. У них репетиции во всех, и в средней, и в младшей, и в старшей, во всех школах такое. Но сегодня было настоящее. Но ни в школу никто не ворвался, ничего. Просто на всякий случай, как я поняла, в этой эрии, ну, не говорят же, что, да, случилось. То есть работала полиция, и даже когда уже локдаун отменили, уже учителя на связи, естественно, постоянно рассказывают, пишут, что, как, где дети, как они себя вели, что чувствовали и так далее. В общем, все это постоянно на связи с учителями. У меня же два учителя. Началось все СМС. Обычный СМС приходит и объявляет, и говорят, что локдаун. Я думала, ну, учение, как обычно у них это бывает. Там что-то раза, не знаю, сколько в году у них, раза два, может. Не знаю, что говорить. Дети иногда даже не говорят об этом, потому что для них это как норма здесь. Вот. И сегодня учитель пишет, что... А, СМС пришла, что там с такого-то времени приблизительно, ну, не приблизительно там, а прямо вот утром они приехали, и часа через два у них вот это началось. И когда уже совсем его сняли, это уже было что-то 12 с чем-то, по-моему, когда его сняли уже локдаун. Но учитель писала, что дети молодцы, вели себя прекрасно, горжусь ими, короче, вы можете ими гордиться. Ну, вот это вот, все вот это вот, вся вот эта вот тема. Какие все молодцы. И потом она уже писала, что они уже пошли на перерыв, уже кушали, уже все нормально, ничего, значит, не случилось, все, локдаун отменили. Но полиция продолжала работать в этом районе, район был оцеплен, поэтому она сказала детей забирать бесполезно. Ну, не бесполезно, типа, я вам не рекомендую забирать, приезжать детей, потому что, во-первых, все оцеплено, вы не проберетесь к школе. Ну, короче, ребята, блин, вообще нервяк какой-то был такой сегодня немножко. Ну, в целом мы изначально знали, что в школе никакого вторжения в школу не было, ничего такого не было. Но то, что как бы все было не по наружку сегодня, это, конечно, так немножечко, знаете, так тревожно было, тревожно. Короче, ну, в общем, все нормально, сейчас вот я уже сижу, жду детей, сейчас уже они у меня скоро приедут, я даже пораньше приехала, я что-то психую-психую хожу, даже пораньше немножко приехала. Но я еще приехала из-за дождя, думаю, что дочь пойдет, и, ну, чтобы дети, это, короче, машину поставила удобно. Вот, короче, вот такие дела, ребята. Такой немножко нервячок у меня сегодня. А так в целом все нормально, утром поехали в школу, все хорошо. Что случилось, непонятно, неизвестно, потому что, я так понимаю, это все не разглашается, что там случилось, и кого там ищут, и кто там каких дел натворил, непонятно. Ну, по крайней мере, учителя ничего об этом не говорят, ничего не пишут, ничего не говорят. Вот. Такие дела, короче. Так, сейчас жду автобус, сейчас через 10 минут уже приедет, узнаю, как там дети. Ну, для них это, знаете, как развлечение, наверное, в каком-то смысле. Они четко знают, куда идти, что делать, где прятаться, то есть у них там своя инструкция, репетиции, в смысле, на эту тему у них проходят регулярно. Ну, то есть, если вы находитесь в здании школы, там своя инструкция. Если вы находитесь на улице, они на улице находятся очень много и очень часто, у них другая инструкция. Там они прячутся в другом месте уже, специальные там есть отведенные места, где они должны спрятаться. Вот. А если в классе находятся, то там они у себя прячутся, закрывается дверь, все сразу, в общем, баррикадируется. Вот. Вот сегодня, я не знаю, где наши были, вот где-то в 9.30 у них это началось. По-моему, в 9.30 я читала, там СМС пришла. Ну, потом тут же, через какое-то время приходит, что все нормально, следим за ситуацией, в школе все нормально. Ну, знаете, закрыто. Ну, короче, ладно, жду детей, сейчас приедут. Забрала детей, все. Заходим, котик, заходим, заходим. Мои маленькие, измученные дети весь день просидели. В ванне вы сидели, да? В туалете, в ванне, вот в этом помещении, короче. Ой, господи, ну, кипец. Короче, дети, бедные дети. У вас там все было? Вы сидели на полу или что вы делали? На полу сидели. На полу сидели очень долго, короче, я и Лаврик в своем классе, они не на улице были в своем классе, Катя в своем классе. Короче, день на полу. Ну, учительница вас очень похвалила, сказала, что вы такие все молодцы, что вы хорошо себя вели, правильно все делали, да? Да? Да, вы молодцы. Она прям вас очень хвалила. Красавчики мои. Ой, псарни мои, сейчас, подождите, гулять хочу. Блин, ребята, Джерри, тихо, почти сожрал кость, прикиньте. Он вот этот набалдажник с одной стороны оставался, еще с утра сегодня он был, он почти сожрал эту кость. Ты что? Разбегался? Господи, ты что? Покормила, у нас уже вечер, дети в комнате вообще не выходят из комнаты, они сегодня, у них весь день половая жизнь, просто в туалете. Ой, блин, бедные дети, короче. Я сегодня курочку сделала, ее запаковываю, курицу с картошкой делала, обычные ножки, как я делаю, с картошкой. Боже, друзья, как же это вкусно, я вот прям ем, 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 думаю, маловато себе сделала. Ладно, шучу, мне хватит только. Вот, обалденно вкусно, вот как я делаю картошку с курицей, майонез, ну, специи там, чесночок, и все, и все это мешать с курицей, и просто вот бомба вообще. Я картошку могу есть вообще в любом виде. Джерри. Под ногами, блин, задолбит, а вот туда-сюда, 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 вот так вот. Звилка. Ой, все, ребята, это просто бомбезно, это очень вкусно. Так, посадила Катю в уроке. Отлично, делай, знаешь, делай. Так, лаврик лежит, пока прохлаждается, но дети, конечно, очень устали. Иду, 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 да, иду. Вот, и лаврику еще уроки тоже надо делать. Ну, короче, вообще. Лаврушечка, а вы сегодня прям вообще везде, у вас сегодня был ридинг этот, вы делали сегодня? Учитель написала, что у вас был ридинг. А как вы это, в ванне все делали? Как у вас, как было это все? Ну, когда был lockdown over. Ну, да. Как, потом вас выпустили оттуда, Лавр? Нет. Как вы ридинг-то сдавали? на который блок, и вот там, мы играем. То есть, вас выпустили из ванны, да? Там был ридинг на вот этот гейм. И она сказала, что мы будем делать ридинг на вот этот гейм. Ну, так в итоге, ты читал, сдал? Или завтра опять будет продолжение? Ты читал сегодня, говорю? Ага. Учителю читал, или на компьютере читал? Да. А там книла. На компьютере читал? А, и как ты прочитал? На ридинг-гейм. Вот это очень фан. Ну, ты хорошо прочитал, говорю. У тебя тест сегодня был по ридингу. Хорошо? Угу. Фан-гейм, фан-гейм. Окей, ладно, ладно. Я надеюсь, ты хорошо прочитал. Так, Катюрик делает свои уроки, и сейчас их покормлю. У нас уже вечер. Короче, ребята, нервный день у меня сегодня. Даже толком снимать ничего не могу. Ой, Джерри, надо еще косточку такую тебе купить. Вот, даже косточку. Мила, кстати, вообще их не жрет, вот эти длинные кости большие. Но как только Джерри ее укоротил, то и Миля, она стала небезразлична. Вот. Так что, ребят, толком даже что-то снимать ничего сегодня не могу. Прям немножко какая-то на взводе сегодня. Ну, сейчас уже все нормально, уже успокоились, уже еще сходила в душ, сходила, приняла. Как-то, знаете, душ всегда успокаивает. Хотела арбуз порезать. Ну, не знаю, уже, наверное, завтра. Ничего не хочу. Я даже вот один раз сегодня поела, и даже вот не хочу. Вот кусок в горло не лезет, вообще ничего не могу. Не есть, не пить, ничего не могу. Ничего не получается. Сейчас уже более-менее нормально все. До сих пор я его еще не порезала, очень хочу, но до сих пор я его никак не порежу. Про вазу вы мне пишите все время, Лена, выброси, Лена, выброси. Ребята, я вообще не верю ни в одни приметы. Вот ни в какие. Мне черная кошка, я не знаю, сколько раз дорогу переходила в моей жизни. Я со счету сбилась. У меня по две, по три кошки переходили. Еще я помню, я еду с детьми, на тренировку везла, еще старшие маленькие были. Еду, и передо мной переходит кошка дорогу, черная. Она переходит, остановилась такая, но я жду, когда она перейдет, но я уже не поеду по ней. И она раз такая разворачивается и обратно идет. Прикиньте. Вот какие, блин, мысли тут. У меня дикий ржач только был после того, что я увидела. Я не знаю, я не верю во все эти вещи. А вообще, как говорится, если ты не веришь в какие-то предметы, то они тебя никак не касаются. Но то, что ваза побитая, меня, конечно, подбешивает. В предмет я, конечно, не верю, но вот битая ваза и клеить мне что-то ее в лом, как-то она меня, конечно, подбешивает. Я вот хотела ее попробовать склеить. Сейчас я вот этот вот край промажу. У меня очень такой тоненький, тоненький носик у клея. И клей, кстати, очень классный. Я вообще люблю очень этот клей. Сейчас я промажу. И вот видите, вот скол какой. То есть, короче, видно будет. Я вот к чему. Бросич, видно будет, да? Не надо не нюхать. Он воняет. Блин, наверное, придется выбросить. Подожди, крошка, это ты уронила или не ты? Да е-мое-то, ну! Видно, наверное, будет. Скол. Вот здесь тоже, вот он, скол. Короче, выкидываем. Ребят, почему вы обижаете мои цветочки? Такие красивые. Почему вы их все время обижаете? Кто-то даже написал мертвые цветы. В смысле? В смысле, они когда-то были живые, что ли, потом они умерли, и я решила их оставить, что ли, дома? Это же красиво. Почему они мертвые-то? Почему они какие-то, это, это же так красиво, не знаю. Я здесь как-то, да я, надо же, не промазал. Я же говорю, я не верю ни в какие приметы. Искусственные цветы какие-то, которые на кладбище носят, какие-то черные кошки, какие-то побитые посуды. Я вообще вот в это все не верю, поэтому, короче, куда я бы теперь деть, я вот думаю. Конечно, вазу пока еще не выбросила. А где-то он, а, во, во, подождите, я вот, не трогай, он туда, вот сюда засунул. Да, я думаю, нормально будет, если я вот сюда засуну, сейчас попробую, а то вазу, наверное, все-таки придется выбросить, действительно, потому что сколы видно, сильно прям видно. Ребят, смотрите, какая прелесть получилась. Я, правда, их как попало смешала. Ну, их же, как, с одной стороны белые, с другой желтые, надо было их как-то смешать вместе, а это довольно сложно. Здесь вообще почти все белые. Они же, ну как, они там все переплетены, они, правда, ели в лес у меня, вот сюда. Ну, в общем, пока так оставлю. Стремно, конечно. Ну-ка, что-то мне света недостаточно, ничего не видно, у нас опять этот дождь, но вообще сегодня весь день такая ерунда и плохо видно. Здесь свет включаю. Джерри! Мне так нравятся вот эти вот нераспустившиеся. Ну, ладно, наверное, пока так оставлю. Туда поставлю эту вазу. Все-таки послушаю вас, друзья, выброшу. Потому что, видите, как сильно видно. и у меня еще, ребята, я сейчас покажу, у меня еще вот эта ваза, я не знаю, трещина это или нет, смотрите. Вот она какая идет. Видно, да? Вот она, смотрите, трещина или это просто карандашом кто-то нарисовал, я ничего не могу понять. А может это не трещина, может так и было? Не знаю, оно как-то странно выглядит. Если бы трещина была, мне кажется, она бы уже давно раскололась, тем более эта ваза не падала. А может мне сделать в одну вазу желтые, а в другую белые? Точно. Ребят, смотрите, как красиво. Вот здесь чисто желтые, я вот их здесь на столе оставлю. Ну, пока вазу мою не уронили. А вот сюда я поставлю чисто белые. Ну, здесь и были чисто белые, но здесь теперь будет погуще. Я, кстати, еле вытащила их. Они же там согнутые у меня были, и я еле-еле их вытащила. Сейчас теперь буду еле-еле запихивать обратно. Вот. Вот так. Беленькие. Здесь оставлю, пусть здесь стоят. Хотя их тут почти не видно. Сюда бы, конечно, желтые, но все равно красиво. Все, красоту навели. Что? Что? Собаки играют. Так мне осталось только с Лавриком уроки доделать, но там уже ерунда осталась. Катя быстро как-то сделала, так села и как-то быстро прям сделала. Хотя она страшный тормоз в плане уроков. с ней очень долго делать. Все, ребят, выбрасываю. Да, да, спрашиваете у меня про цветочки. Не переживайте, это не Вова подарил. Интрига такая, да? Да это Машкины цветы, это когда к ней друзья приходили, когда они готовили, они с того дня и стоят. Они пришли, и вот у нее он уже все завял. Вот это можно выкинуть уже отсюда. Последний день-то, когда у нее был, когда они так готовили, когда у них прощалки были, вот у нее так и стоят, этот веник этот. Так, Лаврик у меня пишет диктант, у них завтра диктант, по всем словам, которые мы учили, ну, которые старались всю неделю, запоминали, вот запомнили, и теперь у нас подготовка к диктанту. Ну, все, он написал. Что? Ну, какой ой, Боря, надо и какой который вэт, вот он, вэт. И все? Да. Так, все, мы все сделали, все готово. Собачьи объятия. Котя. Лавруш, все, пошли зубы чистить и ложиться. Все, я погуляла с собак, укладываю детей, собаки. Вот она, еле дышит. Походили жарко, все равно жарко, даже вечером. Ну, ничего, сейчас отдышится, думал, кондиционер. Так, дети, еще 20 минут и баиньки. 30, 20, 20, 20, да, правильно. Вот это? Ребят, читала ваши комментарии по поводу шкафа. Я не тебя, не тебя снимаю. Вон тот шкаф вы мне предлагаете поставить вот сюда. Но он, знаете, он настолько стрёмный, короче, он, во-первых, собран неправильно, и я радуюсь тому, что его вообще хотя бы не видно. Он просто абсолютно неправильно собран, то есть там его через коряку, через раскоряку, я не тебя, зайка. В общем, собран неправильно, потом там разбирали, заново его собирали, короче, Лёва там косякнул. Вот, поэтому я хочу, чтобы его вообще было не видно. А так вообще от вас комментарии, что классно, я вот там, опусти свои лапы. И лаврик. Вот, и поэтому сюда вот он, если его ставить, то его видно будет сильно. А там вот косяк на косяке, там вот на каждой полке. А так, знаете, дверь закрыта, и его вообще не видно. Он никак вообще в глаза не бросается. А дверь, она обычно вот всегда вот его так прикрывает, его не видно, если её совсем туда задвинуть. Его вообще как будто бы нет. Поэтому я даже близко его не хочу никуда двигать. Его бы спрятать уже подальше вообще, чтобы его вообще было не видно. Всё, ребят, я уже уложила детей, я смонтировала видео, я всё сделала. И я иду ложиться спать. У меня уже все спят. У нас уже очень поздно. Я ложусь. всем пока-пока и, как всегда, до завтра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,